Колщиномер гитаре ET111 обладает следующими функциями. Прибор автоматически включается при нажатии на сенсор, при произведении замера. Прибор автоматически определяет подложку измеряемой поверхности при замере на черных металлах, на черных магнитных металлах, прибор. На дисплее загорается феррум, что означает черный металл. При замере на цветных металлах, не магнитных, токопроводящих, толщиномер на дисплее показывает нам нон-феррум, не черный металл. Также имеется возможность, то есть сейчас у нас толщиномер находится в автоматическом режиме замера, он автоматически определяет подложку, при этом мы видим на дисплее у нас значок А, что означает автоматический режим, у толщиномера ET111 есть возможность переключения в принудительный режим для замера на черных и на цветных металлах, для того, чтобы можно было, к примеру, на черных металлах замерить какое-то кривоническое нанесение, не магнитное, то есть, к примеру, оцинковку. Сейчас мы продемонстрируем это на калибровочной шайбе из черного металла. При этом мы прикладываем калибровочную шайбу из алюминия к калибровочной шайбе из металла и производим замер. Прибор промеряет нам толщину калибровочной шайбы из алюминия. Также в приборе есть функция фонарика, которая также может использоваться для проверки лакокрашенного покрытия, то есть, состояние лакокрашенного покрытия. При этом мы видим, включая нажатием на кнопку с изображением фонарика, у нас загорается лампочка LED и таким образом, поднося ее примерно на расстоянии 15 см от лакокрашенного покрытия, мы видим все риски, голограммы, то есть, можем определить состояние лакокрашенного покрытия. То есть, как оно, в каком состоянии находится, то есть, как полировалось, какой был уход за автомобилем. В данном случае мы видим, что у нас поверхность ЛКП достаточно ушатанная. Переставляем снова прибор. Сейчас у нас сработала функция автоматического отключения, то есть, прибор для экономии разряда батареи автоматически включается после 60 секунд. То есть, функция фонарика, она также включается без включения прибора, то есть, при нажатии на кнопку со значком фонарика, мы видим, что прибор у нас выключен, а сам, соответственно, фонарик работает. При повторном нажатии на кнопку со значком фонарика, у нас включается ультрафиолетовый свет, в глаза им светить не нужно, так как можно повредить зрение. Он у нас используется для проверки денежных купюр. То есть, при... Сейчас маленькой резкость настроим, чтобы оно более хорошо видно. То есть, мы видим, здесь вот высвечиваются такие полосочки. Так, функция тоже автоматически выключается для экономии батареи. То есть, здесь вот видим, в уголку есть полосочка. Ну, как бы тут небольшая. Вот, также можно посмотреть на более крупных купюрах. Защитные полоски. То есть, видим, здесь вот у нас высвечиваются. И вот здесь также есть парочка. Такие же полоски есть на руки в купюрах защитные. То есть, это не водяные знаки, это просто полоски, которые можно увидеть при поднесении ультрафиолета. Эти же полоски также находятся на фарцойк-берифе, то есть, основном документе в Германии. На автомобиль главная ПТСка в России. То есть, эти защитные полоски также можно увидеть здесь. Таким образом проверить документ на подлинность. То есть, здесь мы видим, что вот они у нас также присутствуют. То есть, таким образом можно, здесь даже вот видны герб. Также под ультрафиолетом он у нас высвечивается. Таким образом, с помощью прибора и ультрафиолетового света можно проверить оригинальность документов. Прибор также имеет значок разряда батареи. Когда батарея разряжается, прибор, соответственно, у нас здесь высвечивается разряд батареи. У прибора также имеется функция переключения замера в микрометрах или в мильз, величина которой используется в основном в Америке. В Европе достаточно редко используется. Но, как говорится, мы сделали его также в этом приборе при нажатии на кнопку и удерживая это вот со значком солнышко такого. То есть, прибор переключается в режим замера в мильз. Здесь у нас сейчас стоит феррум, то есть включен принудительный режим. Для замера на алюминиевой шайбе необходимо переключить, чтобы на дисплее стоял значок А, автоматический режим. И теперь, соответственно, мы можем производить замер. И прибор у нас измеряется сейчас непосредственно в мильз. Некоторым пользователям нравится измерение в этих величинах. Но в основном все используют микрометры. Также у нас есть функция подсветки дисплея. При коротком нажатии на кнопку солнышко у нас, соответственно, мы видим... Так, как бы... Маленько подсветку убрать. То есть, вот мы видим... Голубой фон, то есть подсветку дисплея в темное время суток. Очень необходимая функция. Так как замер локаршного покрытия на автомобиле выпадает не только на дневное время суток, но также и на вечер. Поэтому эта функция подсветки дисплея достаточно часто используется пользователями. Это основные функции, которые присутствуют в приборе ЕТ-111. Ничего лишнего, только то, что действительно необходимо для проверки и покупки автомобиля. Продолжение следует... Продолжение следует...